Как и следовало ожидать, 30 ноября 2022 года Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента, проармянской Франции повторила подвиг Сената, Верхняя палата, и приняла антиазербайджанскую резолюцию. По этому поводу МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором указал на то, что резолюция, полная лжи и клеветы, является очередной провокацией Франции против Азербайджана, как и тот документ, принятый некоторое время назад в Сенате. Вся эта антиазербайджанская кампания, которую ведет Франция во главе с ее президентом Эммануэлем Макроном в последние годы, лишний раз подтверждает правильность наших выводов, Франция как. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ за все время переговорного процесса, почти 25 лет, вела деятельность, направленную исключительно на удержание статуса кво-карабахского конфликта, выгодного. Армянской старания. После разрешения конфликта военным путем Париж продолжает играть на руку Еревану и делает все для того, что мирного соглашения между странами подписано не было. Об этом свидетельствует и последний демарш тандема Пашинян Макрон, призванный сорвать очередную брюссельскую встречу, планируемую на 7 декабря 2022 года. В Азербайджане создалось устойчивое мнение, что мир на Южном Кавказе — страшный сон Франции. А для мирового армянства это провал в реализации проекта фашистующей армянской идеологии Армения от моря до моря. Франция продолжает вводить в заблуждение не только населения Азербайджана и Армении, но и все мировое сообщество, спекулируя и манипулируя резолюциями, которые на деле не стоят и выеденного яйца. В чем сами и признаются. А как иначе можно оценить резолюции, которые для французского правительства не обязательны к исполнению? Повторимся, Франция как во время посреднической миссии в составе МГОБСЕ, так и за построенный период продемонстрировала не выдерживающую никакой критики выпиющую наглость. Руководство страны настолько прогнулось под армянское лобби, что даже не предусмотрело репутационные риски из-за однобокой позиции в переговорном процессе. Некогда прозванный финансово-политическим закулисьем финансовым Моцартом Макрон ради политических амбиций и шкурных интересов решил пойти по пути наименьшего сопротивления, избрав путь с Альери, отравить жизнь народам южного региона. Формазон, каковым Макрон и является, видимо, считает, что четыре резолюции, принятые французскими парламентариями на протяжении двух построенных лет, не оставят и следа в истории. Азербайджана, французских дипломатических отношений. Париж пойман Баку на лжи о том, что резолюция принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей. Хотя представитель МИД Франции заявил журналистам, что резолюция французского парламента не отражает официальную линию Парижа, многочисленные антиазербайджанские выступления того же президента Макрона. Доказывают обратное. Стоит также отметить, что автором и инициатором проекта резолюции, а также лоббистом продвижения документа в Нижнюю палату парламента является правящая партия Франции Возрождения, основателем которой является все тот же Макрон. В заключении отметим простую истину, Парижу не стоит рассчитывать на то, что Баку допустят к мирному процессу мнимого посредника. Да и в армянском обществе все больше людей понимают, что они являются игрушками в руках деструктивных политических кругов, которые на войне зарабатывают финансовые и политические дивиденды. Потому необязательные к исполнению резолюции французского парламента уже не вызывают там прежнего энтузиазма. Особенно на фоне того, что правительство Франции показательно пытается откреститься от них. Официальный Баку прав. Очередная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилием по установлению мира и стабильности в регионе. Для Азербайджана вопрос про армянской Франции решен. Потому что стране, ни разу не осудившей оккупационную политику Армении и поддерживающей сепаратизм, нет места среди посредников. Все, чем отличился Макрон, это антиазербайджанская риторика и собственноручное написание проектов резолюций для своих партийцев. На Макроне, подорвавшем остатки доверия к своей стране, история миротворческой миссии Франции в Азербайджане навсегда закончилась.